Динамики сооружений 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 И его сын Андрей. Это ректор нынешней Запорожской государственной инженерной академии СГИА. Банах Виктор Аркадьевич, сейчас молодой доктор науки, единственный в Запорожской области по этой специальности, научной специальности, строительные конструкции, здания и сооружения. У нас в Днепре их много, в Киеве еще больше, во Львове много. А вот в Запорожье он был первый из таких докторов. Дальше. Не защитились до сих пор, не защищались лень, неохота, семьи большие. У нас какая-то традиция в резонансе, много детей у всех ребят. И вот такие фамилии, как Игорь Давыдов, Вячеслав Петрович Чабан, они обязаны сделать докторские диссертации, потому что их поджимает уже начинающий в 30 лет свою докторскую диссертацию Денис Сергеевич Ярошенко. Вот он занимается, судя по его названию диссертации, он занят проблемой, как гасить колебания, как снижать колебания. И только нелинейные свойства сейчас не изучены. Линейные задачи в математике легко пишутся, и поэтому все компьютерные комплексы, которые рассчитывают здания и сооружения, дороги и любые, в принципе, конструкции, они основаны на линейных уравнениях методоконечных элементов, разрешающих уравнений. И это красиво, но неправильно. Нет таких систем, которые линейные. Когда мы говорим о сооружениях, вот там есть характеристики статически определимые системы, те, что вручную можно рассчитать. Но после этого преподаватель должен сказать, на самом деле нет таких систем, идеализированных, которые называются статически определимые системы. В любом шарнире, который есть в статически определимых системах, есть трение. А раз есть трение, значит, она уже не идеальная у шарнира и статически неопределимая. И я хочу еще проиллюстрировать, только много же не принесешь сюда диссертации, да. Вот есть работа последняя, значит, Денис Сергеевич Ярошенко предпоследний защищался, последний защищался в резонансе Андрей Макаров. Так у него название, значит, он занимался вот типично горно-промышленным комплексом и огромным краном-перегружателем с пролетами там больше 70 метров, а длина с консолями, значит, 140 метров, 150 метров. То есть это огромный, тяжеленный по 700 тонн, собственно, вес вот этих машин. И заниматься их прочностью, их надежностью, их обследовать очень трудно, все элементы. И вот мы добились того, что дали хорошее предложение по диагностике, чтобы облегчить жизнь испытателям. Значит, говорим, что надо заниматься динамической паспортизацией конструкции, раз. Где писать характеристики, ну, хотя бы собственных частот и форм, экспериментальные и теоретические. Совпадают они, близкие или нет, почему они не совпадают. Что будет через пять лет, через месяц с этой конструкцией? Значит, у заказчика появляется возможность качественно и количественно определить состояние его сооружения. Вот представьте, эти 800 тонн мотается этот кран. Несколько смен бывает в сутки. Он ездит по ужасным там рельсовым путям, которые там плохо обслуживаются. Он в пыльюке, в грязюке, в дожде работает, с грейферным вот этим вот способом собирает, переносит с места на место из вагонов в отвал куда-то, породу. И вот в этих условиях, значит, пишут документы, что вот эта махина, 700 там тонн масса железа, у нее срок жизни в одном документе написано 25 лет, другому вообще 16. То есть, вот представьте, какая это задача, уметь вовремя найти трещину, залечить ее, найти повреждения. Значит, вот этим занимался Андрей Макаров в тяжеленных условиях. Он проводил эти испытания, которые там заказчики не знал зачем. Но вот в результате наука, значит, вышла на то, что мы теперь можем заранее провести компьютерные обсчеты, сделать альбом, сделать прибор, который сохранит, скажем, в каком-то виде все эти результаты, частоты форм собственных колебаний. И теоретически на момент до строительства, потом после строительства, первый день пуска объекта. И потом каждый там год, 10 лет можно говорить, вот тут у вас изменилось, вот стандарт, это может автоматизированный прибор показывать, в каком сегодня состоянии такое сооружение. Значит, был необходимость, надо доказать, да, что вот метод конечных элементов, это прекрасная вещь на стержневых моделях, на пространственных, сплошных, тяжелых каких-то моделях. Значит, там нету возможности перескочить. Ну, вот представьте, по мосту несется автомобиль грузовой, навстречу другой грузовой, легковой, с каким-то шагом колонна идет, там, военных машин. И как же это все передается методу конечных элементов, а не как. Значит, инженер учит в строительной механике, это касаемся той дисциплины. В строительной механике он должен прочитать первый параграф в строительной механике, называется линии влияния. Или в разделе динамика линии влияния. Это значит, вы переносите какой-то единичный груз на другую точку фермы, допустим, моста. А как же туда попасть в методе конечных элементов, такого нету расчета. Может ли на большой скорости машина взлететь, оторваться от прогнувшегося вниз моста? То, что мы знаем, что все время в жизни это бывает. Нет. Может ли подрессоривание повлиять, расчет нелинейности в подрессоривании? Там же все грузовые машины с сухим трением. Это нелинейная система с большой нелинейностью. Нет, нельзя. И передвижение это нельзя получить. А картинки можно создавать какие-то, это будет не похоже. Поэтому вот, ну, я сам лекции студентам читал по методу конечных элементов. И сам вижу, что это совершенно начало. Я его называю тупиковый метод для задач динамики. Значит, нету там перспективы. Поэтому мы придумали что-то свое, какие-то свои подходы из школы Лазаряна взяли слово «комплект». Вот Селдор Утюнович занимался транспортными системами и, конечно, грузовыми вагонами. Многие города Союза делали тележки для грузовых вагонов. Посмотрите на станции, на вокзале каждого города эту тележку. Значит, там набор пружин штук восемь. И шкварневая балка ложится на эти пружины свободно. Она может вверх взлететь, если будет амплитуда большая, колебания. Значит, оторваться. Так вот, дальше, между шкварневой балкой и боковиной тележки есть так называемые кленовые амортизаторы. Они, чем больше амплитуда колебаний или статический прогиб, значит, они давят на стенку боковины. И вот это сухое трение, реальное, очень сложно теоретически описывать в теории. И очень сложно, МКА и не снилось такого, значит, какого-то клина с сухим трением. Я еще в 1980 году опубликовал в Москве, был такой журнал «Машиноведение». И вот там, значит, надо показывать графики сухого трения, который у кленового амортизатора. Значит, вот это вот происходит, такое движение по циклу растет сила сухого трения. Вот она переменная, если кленовое амортизатор, а не простое там сухое, кулоново. И потом идет срыв и возврат под ветви вот этого вот, ну, как бы гестерезисного трения. Вот эта площадь, эффект дает трение, вот такая площадь. Ну, дальше что, значит, когда есть статический прогиб, вот это график перемещения, это график силы. Силы в амортизаторе всей вместе с упругим, пружинами, которые там есть, и с диссипативной частью, то есть с сухим трением. Обычный график, скажем, если отдельно нарисовать силы сухого трения по кулону, это только, значит, одно движение в одну сторону и в другую сторону. Но если по столу мы движем, передвигаем какую-то книгу, то она сопротивляется силами сухого трения, эта система. И мы с маленькой силой не можем сдвинуть уже этот предмет. А в кленовом амортизаторе еще более сложно это происходит. В автомобилях, в пневматических, в системах с гидравлической техникой. Это обычный эллипс вместо прямоугольника в силах сухого трения. И вот первые ученые, которые, значит, хотели какой-то эквивалент получить, они уходили к линейной системе от сухого трения к вязкому. Но когда мы хотим менять еще виды разного трения, вот, скажем, я знаю, в вертолетной системе Запад испытывает вертолеты. Я не говорю про наших, я читал, что Запад бросает его в цеху, бросает вертолет, чтобы проверить всю его систему, его комплекта подвески. И вот мы говорим, что есть упругая линейная часть, потом может быть нелинейная упругая часть, потом может быть сила бязкого сопротивления, сила сухого трения по кулону или какое-то, скажем, переменное, как у нас вот в комплектах, с кленовыми амортизаторами. Вот этот вот термин, комплект, у железнодорожников в книжке Лазаряна «Динамика вагонов» есть вот эти чертежи, есть эти подходы. Ну, а школа Лазаряна на то и создана, чтобы продолжать его действия. И мы говорим, так давайте, само основание грунтовое под зданием, здание, оно может иметь там подвал, сваи какие-то, и вот это все можно картинку создать с методом конечных элементов. Вот эти вот сеточку разбивают, и заказчик смотрит, если не понимает, и очень доволен. О, похоже, действительно хорошо. На самом деле, нет там никаких конечных элементов в грунте, и свойства вот этого сыпучего все время меняются с погодой, с различными движениями статики и динамики этого сооружения. И свая там висячая или стойка какая будет, значит, в движении, это все очень плохо работает. Итак, мы тут придумали, значит, сделать сеточку наших элементов, которые не элементы, а комплекты. Они не объемные, как, скажем, в МКЭ, а комплекты. Вот тогда, значит, такая сеточка может разрываться в любой части. Она имеет одностороннюю связь. Вот здесь, скажем, еще вставить возможность ее отрыва от предыдущего элемента, скажем, в сетке горизонтальный, вертикальный, диагональный элемент. Этим можно все смоделировать. Тут продолжена идея Рожаницына Алексея Руховича, такого большого ученого Московского строительного института. Он предлагал сделать стержни, стержневую модель. Ну, мы пошли дальше, и он это одобрил, приезжал к нам сюда. Очень хороший дядька в кружке, он пел песни Высоцкого. Это было замечательно, такой солидный, Алексей Рухович, он очень много книг написал по пластинам, оболочкам. И вот, значит, он в быту очень понятный. Если говорить, вот недавно нас спрашивали, не хотим ли мы какую-то задачу смоделировать, вот, значит, были, клич такой был брошен, кому нужно какую задачу смоделировать. Вот мы смоделировали, мы смоделировали и попросили нам помочь, значит, такая задача горно-транспортного комплекса. По эстакаде, что такое эстакада? Значит, стоит рама на каких-то стойках, она имеет размеры, скажем, мы там считали 20 метров, 20 метров каждый пролет. И на нее заезжает экипаж, тут дальше, скажем, берега. И вот надо смоделировать не только движение вот этого экипажа, а с его подвеской, там, какой-то, скажем, я уже не говорю об отрыве от конструкции. Но внезапный сброс с этой эстакады груза сыпучего. Потом на эстакаде вот здесь есть зазор, который уже 40 лет этой эстакаде, и этот зазор уже не закрывается. Опора висит, когда на нее машина наедет, она будет его касаться, то есть будет контакт тогда. Так вот, значит, какое здесь задать основание, как зазор этот смоделировать, как это сухое трение смоделировать и в горизонтальном эстакальном направлении. Вот эти задачи, значит, до сих пор они очень сложные и нет комплекса. Некоторые верят так, что вот все там решается. Ну, как царь-батюшка, так, значит, у нас говорят, вот ансист там есть, или там ностран там. И пока вот мы следим за этими работами, нету таких работ, которые сразу бы учли. И возможность зазоров, возможность движения с разными скоростями комплектов машин. А у нас это, я тут не показываю, значит, кто захочет, в трудах форума кафедры основ конструирования машин и механизмов в Дипровской политехнике, выйдет скоро перечень вот этих докладов, которые есть уже сейчас на сайте. И там будет две страницы источников литературы нашего резонансного коллектива. Значит, диссертации, авторефераты можно взять, посмотреть, и там уже выйти на продолжение поиска литературы по той теме, что вас заинтересует. И вот в заключение я хочу подчеркнуть, что мы, цель наша такая вот в этих последних годах нашей работы, мы говорим, что надо поднять уважение к динамике, потому что она может очень многое дать инженеру, хозяйственнику и работникам сложных комплексов, по диагностике. Значит, найдет человек, вы можете сто испытателей, специалистов пригласить, чтобы они облазили такую большую конструкцию, и они не найдут то повреждение, что найдет вот компьютерный способ диагностики с определением возможных повреждений, которые фиксируются в атласе каком-то, скажем, или в наборе приборов, которые, значит, знают, какая должна быть отклик этой всей системы по собственным частотам, хотя бы и формам. Потому что малейшая несимметрия симметричной конструкции, форма симметричных колебаний исчезает, и это уже сразу диагностик сможет это увидеть, и остановиться, и начать уже более подробно искать повреждения. Значит, 8 миллионов долларов стоит эта машина. Машина, кран-перегружатель, вот которой Андрей занимался, 8 миллионов долларов. Значит, есть смысл позаниматься такой техникой, чтобы не покупать новый, а сделать там, может быть, за 100 тысяч работу и такую приборную оснащение, которое будет следующее все краны, скажем, или здания обслуживать. Это раз. То есть, для того, чтобы хорошо разбирались студенты в образовательной динамике, надо им помогать. Значит, посмотрите, многие ли начальники, специалисты разбираются в динамике. Какая это сложная вещь, какие там сложные эффекты. Раз вы не разбираетесь, товарищи начальники, так чего этот младший инженер должен разбираться. Поэтому, чтобы поднять общий уровень вот этого нового вида деятельности человека, мы говорим, что надо создавать лаборатории динамики конструкции. Их можно создавать на уровне школы, хорошей школы, вот есть же частные школы, вот надо, чтобы они это узнали и пригласили. Мы им сделаем набор для их детских целей с детскими направлениями игрушек, там, не рам, там, горных каких-то машин, да, таких простых вещей, чтобы они уже могли, разобравшись в динамике, как образовательной части своего развития, они могли выбирать профессию уже тоже вот такую интересную. Динамические явления очень красивые. Когда вы хотите получить на компьютере несколько форм колебаний такой сложной модели, и она вам ее дает, и вы знаете, что она дает вот правильные или неправильные картинки, ну, школьник, ему и МКЭ достаточно там собственные частоты и формы посмотреть. А вот когда нелинейные системы эти формы, и оно пойдет потом во внедрение, значит, это очень полезно и для роста квалификации. Поэтому мы говорим о том, что можно делать, создавать, нужно, чтобы были какие-то силы, там, я не знаю, сейчас есть олигархи или знающие, или не знающие, что межвузовскую, хотя бы в городе одну хорошую лабораторию создать, чтобы она была образцом для всех кафедр. Это общеинженерная кафедра, но она даст во все кафедры какие-то свои выходы. Вот то, что мы сейчас разбирали, это пример диагностики, это очень важно. Тяжеленная работа заменяется, скажем, на вот эту интеллектуальную, как сейчас пугают нас, роботы будут вместо обследователей инженеров, матерых, опытных, будут роботы ходить, да, они не будут ходить. Кстати, когда мы проводим такие обследования, то мобильная связь очень удобная стала для обследования. Видеомобильная связь, конечно, позволяет там старенькому профессору сидеть где-то в тени и смотреть, что ему показывает тот молодой, которым он по плану показал, какой узел надо, значит, обследовать и видеонаблюдение вести, допустим, за каким-то явлением. Значит, диагностика и вот эти вот лаборатории. Для школ я бы рекомендовал всем вузам хоть чуть-чуть технического профиля, аграрный, у него есть механический факультет, строительный, у него механический факультет, да и все это механика. Там, где происходят механические колебания, значит, вот в Политехническом Киевском институте есть лаборатория, написана лаборатория колебаний имени Тимошенко Степана Прокофьевича. То есть это явление, которое, ну, надо подхватить, чтобы в Украине вот такая была история очень хорошая. И, ну, хочется пожелать всем ученым, инженерам, школьникам быть как можно более активными, создавать свои интересные явления, разбираться, общаться. Тогда язык подойдет. Не надо сам язык изучать, вот какой-то там, все сейчас бросились английский, изучать язык. Надо найти англичанина, с которым ты будешь переписываться, и там язык сам по себе будет рождаться. Потому что ты выучишь язык и забудешь через месяц, если у тебя нет необходимости в этом общении. Создавать лаборатории динамики конструкции. Можно передвижные, можно европейские, межгосударственные. Да тут можно мечтать, если Илон Маск нас учит, что надо мечтать. Для него это расплюнуть. Вот то, что он сейчас создает гиперлуп, скоростные поезда в вакууме, да, в трубе. У Всеволода Рутюновича Лазаряна была группа, которая занималась трубопроводным транспортом 50 лет назад. Значит, это была комната с трубой порядка 200 миллиметров диаметром. Там создавался вакуум, и это уже шли изобретения вот тех лет. Магнитное подвешивание, электродинамическое подвешивание скоростных поездов. Всеволод Рутюнович создал группу физиков с отделом низких температур. Из Харькова пригласили Илью Васильевича Сали, который занимался этим. Опять-таки, вот куда страна смотрела, когда через 50 лет, вот мальчишка с 71 года рождения сейчас делает то, что мы 50 лет назад могли уже сделать. Но, во всяком случае, все запатентовано, заявлено. Но потом вот решили, что не это так важно, важно вот политическая борьба. Я, наверное, готов ответить на вопросы, которые сам себе задавал. Так что, наверное, я буду благодарен слушателям и желаю всем активно себя ощущать в этой тяжелой жизни. Тогда она становится легкой. Спасибо за внимание. До свидания. Спасибо. Спасибо.